Десятки человек были ранены после того, как иракские силы безопасности использовали слезоточивый газ и пули, чтобы разогнать протест в городе Эннаджав. Людей отвозили во временный медпункт на авторикших. Ранее в воскресенье иракский парламент принял отставку премьер-министра Аделя Абдулла Махди. Ей предшествовали недели антиправительственных протестов по всей стране. Законодатели сказали, что правительство Махди, включая и самого премьера, продолжит выполнять свои обязанности до тех пор, пока не выберут новый кабинет. «Мы принимали смелые решения, чтобы не допустить использования боевых патронов. Однако, к сожалению, во время стычек происходят непредвиденные инциденты. Это приводит к жертвам и негативным последствиям. Затем правительство должно что-то предпринимать. Таким образом, чтобы разрешить ситуацию, необходима моя отставка». Впрочем, протестующие говорят, что не остановятся. Они требуют не просто ухода главы правительства и изменения всей системы. По их словам, стране необходимы честные выборы и создание антикоррупционного комитета. В ходе протестов в Ираке в стычках с правоохранителями уже погибло более 400 демонстрантов. Самым кровопролитным стал минувший четверг, когда в нескольких городах от рук сил безопасности погибло около 40 человек. В Забайкалье автобус с пассажирами сорвался с моста и с 15-метровой высоты упал на замёрзшую реку Куэнга. При этом он перевернулся и приземлился на крышу. Погибли 19 человек, в том числе двое маленьких детей, возрастом 1 и 2 года. От полученных травм скончался и водитель. Ещё 22 человека пострадали. Всего в автобусе было 43 пассажира. Пациенты, которых мы эвакуировали, они стабильные. Из восьми госпитализированных Нершинских ТРБ, в шестерых мы транспортировали двумя вертолётами в строевую клиническую больницу. Состояние их физовое, стабильное. В основном у трёх пациентов состояние средней степени тяжести. По предварительным данным, авария произошла из-за повреждения переднего колеса. Ещё рано говорить о каких-то конкретных нарушениях. У нас есть информация, что этот рейс авиавтобус двигался по маршруту из Читы в город Сретенск. И авария произошла, когда он не доехал буквально 60 километров, в результате чего он упал с высоты около 15 метров, приземлился прямо на крышу, поэтому, естественно, повлекло такие серьёзные повреждения. Местные жители считают, что причиной аварии могли быть неисправность автобуса или превышение скорости. Едет очень быстро, даже на таких поворотах очень быстро. Водители просто, наверное, хотят быстрее доехать, и всё. И из-за этого поплатились. Губернатор Забайкальского края выразил соболезнования родственникам погибших в аварии. В регионе объявлен траур. В английском городе Кембридж, где находится знаменитый университет, собрались в храме, чтобы помянуть жертв недавнего нападения с ножом в районе лондонского моста. Из пяти пострадавших двое скончались. Это Джек Мэритт и Саския Джонс. Оба были выпускниками Кембриджа, и оба работали в программе по реабилитации заключённых «Учимся вместе». «Ужасное происшествие. Мы просто хотели прийти и выразить поддержку людям, показать им, что думаем о них и о их семьях». Нападение произошло в пятницу в здании гильдии рыботорговцев близ Лондонского моста. Там проходила конференция участников программы «Учимся вместе». Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан. Он тоже был подопечным этой социальной реабилитационной программы. В здание он пришёл в качестве участника мероприятия. Как стало известно, Хан ранее был осуждён по статье о терроризме, однако освобождён досрочно. «Я не террорист». На нападавшем был муляж пояса смертника. Когда он набросился на людей с ножом, двое работников дали ему отпор. Позже их назвали героями. «Энди и Лукаш оказали сопротивление. Они использовали огнетушители, стулья и даже бивень нарвала, висевшие на стене». Затем прибыла полиция. Нападавшего застрелили. Две другие жертвы нападения находятся в стабильном состоянии, а одну уже выписали. Премьер Борис Джонсон назвал нападение терактом и объявил, что пересмотрит условия освобождения опасных преступников. «Я давно уже говорил, что нельзя отпускать досрочно людей, совершивших серьёзные и жестокие преступления. Нам важно избавиться от такой привычки, а также присуждать соответствующие сроки для опасных преступников, особенно террористов. Думаю, общество хочет именно этого». Британская полиция также обыскала дом в Стаффорде, связанный с Усманом Ханом, и арестовала одного мужчину. Причастен ли он к нападению, пока неизвестно. Власти Венесуэлы руководят движением, которое стремится дестабилизировать страны Латинской Америки. Такое заявление сделало Временное правительство Боливии. «Господин Мадуро через Диаздада Кабелию и его двоюродного брата профинансировал весь террор, который обрушился на боливийцев в последние дни. Этот террор также коснулся колумбийцев, чилийцев и перуанцев. Это настоящий заговор не только против Боливии, но и других стран Латинской Америки». Полиция департамента Санта-Круз выявила преступную схему, в руководстве которой подозревают экс-президента Боливии Эва Моралеса и бывшего вице-президента Альвара Гарсиа Линеру. По мнению правоохранителей, во всём этом также замешаны наркоторговцы. США давно подозревают венесуэльского политика Диастада Кабелию в связях с наркокартелем Лос-Солес. «Мы составили схему, раскрывающую преступную организацию, связанную с наркотерроризмом. У нас есть проверенные данные на шестерых человек, действующих с террористическими целями». Недавно правительство Боливии попросило прокуратуру возбудить уголовное дело против Моралеса. Его подозревают в организации мятежа, который устроили фермеры, выращивающие кокаиновые кусты. Протестующие перекрыли дороги, из-за чего в нескольких крупных городах возникла нехватка продуктов и других необходимых товаров. Моралес и его соратник по партии Альвара Гарсиа Линера сейчас скрываются в Мексике. Они бежали в начале ноября вскоре после того, как Организация американских государств выявила нарушение во время выборов президента Боливии 20 октября. В Венеции большая уборка после нескольких недель рекордных наводнений. В каналах города на воде работают водолазы. Убирают со дна – всё лишнее. Основной улов – автомобильные шины. «Похоже, всё прошло хорошо. Как мы и думали, мы собрали много шин. Были также газовые баллоны, которые используют в барах. Скорее всего, их потеряли во время транспортировки. Удивляет то, что мы всегда находим что-то очень плохое. Даже сегодня в канале Святого Луки они собрали бесконечное количество покрышек». Ещё одна интересная находка – газетный киоск. Он затонул во времени погоды в прошлом месяце. Последний высокий прилив был здесь более недели назад, 24 ноября. Приливы высотой 80-90 сантиметров для Венеции явление достаточно регулярное. Они приносят местным жителям немало проблем, но к ним всё же более-менее приспособились. Однако в этом году, начиная с 11 ноября, на Венецию обрушилось четыре прилива высотой более 140 сантиметров. Такого не было за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1872 года. Самая высокая приливная волна была зафиксирована 12 ноября – 187 сантиметров. Она на 7 сантиметров не дотянула до рекорда, который был в 1966 году. В целом, можно сказать, что город справился. Даже во время наводнений сюда продолжают приезжать туристы. Часть ресторанов и отелей закрывается, остальные же запасаются высокими резиновыми сапогами для своих клиентов. Согласно опросам, венецианцы тоже не собираются покидать исторический город и полны решимости приспособиться к более высокой воде. Мальтийские оппозиционные лидеры присоединились к протестам в столице островного государства – городе Валетто. Тысячи простых граждан, активистов и политиков собрались у здания парламента на площади свободы, чтобы призвать премьер-министра уйти в отставку немедленно. Джозеф Мускат объявил, что покинет пост в середине января на фоне скандала, охватившего его ближайшее окружение. Как стало известно, глава премьерской администрации может быть замешан в резонансном убийстве журналистки, которое произошло в 2017 году. Люди недовольны и требуют от премьера сложить полномочия сейчас же. Оппозиционная партия покинула парламент в знак протеста. «Из парламента ушла оппозиция, поскольку мы не будем вести диалог, общаться и взаимодействовать с правительством, которое возглавляет нелегитимный премьер-министр». Каждый день, пока Мускат будет оставаться в кресле премьер-министра, он будет злоупотреблять властью и нарушать закон. Позже протестующие заблокировали выход и не позволили премьеру и другим политикам выйти из здания парламента. Мускат планирует покинуть пост не только премьера, но также и лидера Либорийской партии. Некоторые жители страны надеются, что это принесёт изменения. «Доверие к политике потеряно. Мы больше не можем доверять властям. Надеюсь, что это станет поворотным моментом на пути к положительным переменам». «Мы заработали себе очень плохую репутацию в новостях, особенно международных. Надеюсь, что произойдут изменения, и люди станут больше доверять правительству и верить в будущее». Протесты на острове начались после того, как стало известно, что глава администрации и премьер-министра Мальты связан с бизнесменом, которого судят по делу об убийстве известной журналистки. Дефна Каруана Галиция расследовала коррупцию в высших эшелонах власти. Она погибла в результате взрыва бомбы, заложенной в её автомобиль. В Мадриде стартовал климатический саммит. В течение двух недель в столице Испании будут обсуждать, какие ещё принять меры в дополнение к Парижскому соглашению 2015 года. Мероприятие открыл генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Главной темой обсуждений станет вопрос, как сократить выбросы СО2 в атмосферу. Согласно официальной версии ООН, именно они приводят к изменению климата. «Нам нужно быстро и кардинально изменить способы того, как мы ведём бизнес, производим электроэнергию, строим города и производим продукты питания». Впрочем, есть и другие мнения. Например, президент США Дональд Трамп, который вывел свою страну из Парижского соглашения, придерживается версии, что изменение климата – процесс, который не зависит от деятельности человека. В то же время и та, и другая сторона уверены, что необходимо принимать меры для защиты экологии и очистки окружающей среды, включая воздух, воду и почву. Как дышится в самых грязных городах мира, например, в Лондоне, Сан-Паулу или Дели, можно ощутить прямо в здании, где проходит саммит. Здесь установили два купола, внутри которых специальные машины вырабатывают туман. К нему добавляют целый букет ароматов, обычно присутствующий в воздухе мегаполисов. Здесь воздух не опасен, однако в реальности уровень вредных частиц зачастую в несколько раз превышает допустимые нормы. «Мы хотим сказать людям, если вы дышите этим ужасным токсичным воздухом долго, неделями или месяцами, то это очень скажется на здоровье. Есть большой риск заработать астму, хронические заболевания дыхательной системы, проблемы с сердцем. Также увеличится вероятность инфаркта и рака лёгких». Изначально мероприятие должно было пройти в Чили. Однако из-за антиправительственных протестов, охвативших страну, это стало невозможным. В результате функцию принимающей стороны взяла на себя Испания. Не менее шести человек стали жертвами новых наводнений на юге Франции. Мощные ливни обрушились на средиземноморское побережье страны уже второй раз за две недели. В предыдущий раз погибли четверо. Страдают департаменты Вар, Ваклюз и Приморские Альпы. В воскресенье в них объявили красный уровень погодной опасности. Среди погибших – трое спасателей. Они разбились при крушении вертолёта в районе Вар под Марселем, когда летели на помощь, страдающим от наводнения. «В Леров упал вертолёт. Через несколько минут на поиски прибыли пожарные из Бушедюрона и обнаружили троих погибших в вертолёте – пилота, второго пилота и пожарного избушить урона». Остальные жертвы наводнений – двое мужчин и женщина. Известно, что один из них был пастухом, и его унесло внезапно нахлынувшим потоком, когда он пытался пересечь реку вброд на автомобиле. Второй погибший – владелец конюшни. В регионе также наблюдаются серьёзные перебои с транспортным сообщением. Закрыты школы. В Каннах затоплены целые кварталы.